Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Эксперты отмечают о снижении позиций террористической организации Исламского государства в Сирии. Продолжаются авиаудары со всех сторон. Авиаудары со стороны коалиции во главе с США, а также Британией и Россией ослабляют позиции боевиков. Эксперты не исключают, что если Исламское государство будет побеждено в Сирии, то оно будет вынуждено передвигаться в сторону Ирака, дальше в Афганистан, а оттуда может направление Центральной Азии. Среди государств Центральной Азии Кыргызстан считается республикой со слабым военным потенциалом и экономикой. К тому же в Кыргызстане достаточно боевиков, которые находятся в спячке и ждут своего часа икс. Получается, для Кыргызстана страшная угроза внутреннего терроризма или внешнего. Попробуем вместе разобраться. Количество людей, уехавшие за последние годы из Кыргызстана в Сирию и Ирак, где продолжается война, достигло 508 человек. Об этом сообщил 15 января этого года в Бишкеке на пресс-конференции начальник 10-го главного управления Министерства внутренних дел Сталбек Рахманов. По его информации, большую часть среди уехавших составляет мужчины. Точнее сказать, уехало 387 мужчин и 121 молодых девушек и женщин. Есть и 88 несовершеннолетних подростков и детей. Среди них также есть те, кто поверил пустым обещаниям и вернулся с мест боевых действий после того, как их ожидания не оправдались. Таких граждан насчитывается около 40. Необходимо отметить, они представляют потенциальную угрозу для национальной безопасности страны и находятся под постоянным присмотром со стороны сотрудников правоохранительных органов и специальных служб. По всем фактам возвращения людей из зоны боевых действий проводится тщательное расследование. Определенная часть привлекается к уголовной ответственности, соответственно, будут отвечать перед законом. С определенными проводится работа. Вы знаете, что многие люди туда попадают по, так скажем, обману. Когда уже люди становятся обманутыми, придя уже там, видят обстановку и уже добровольно отказываются от своих преступных намерений. С каждым проводится расследование. Говорит начальник 10-го главного управления Министерства внутренних дел Кыргызстана Сталбек Рахманов. Рахманов также рассказал о мероприятиях, проводимых по предупреждению терроризма. Согласно его информации, в прошлом году в республике было зарегистрировано 1302 уголовных дел экстремистского характера. Эти уголовные дела были связаны с преступлениями, с агитацией по вступлению в запрещенные экстремистские группы, отправка граждан в регионы, где продолжаются боевые действия, а также распространением литературы экстремистского религиозного содержания. В прошлом году также из Кыргызстана было депортировано 265 иностранных граждан. 216 иностранным гражданам был запрещен въезд на территорию Кыргызстана за попытку нарушения правил пересечения государственной границы. В настоящее время в МВД на учете состоят около 2000 человек, как члены экстремистских организаций. При министерстве также продолжает свою работу отдел по теологии, который проводит анализ угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом, и ориентирует, в каких направлениях необходимо усиливать работу. В целом в МВД проводится соответствующая работа против внутренних угроз. Между тем, Комитет государственной безопасности Кыргызстана считает, что угроза терроризма прежде всего исходит извне. Пользуясь тем, что Кыргызстан имеет со многими государствами без визовый режим, в стране могут появиться террористы. Своё беспокойство по этому поводу 27 декабря 2015 года высказал председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сигизбаев. Как он отметил, в сети исламское государство всё больше вовлекается и граждане страны Западной Европы, и для них есть возможность свободного въезда и выезда на территорию Кыргызстана. Сигизбаев также отметил, что за 10 месяцев 2015 года из 4 миллионов 101 тысячи человек, въехавшись на территорию Кыргызстана, на регистрацию встало всего 129 тысяч человек. Эта статистика показывает, что среди иностранных граждан, приезжающих в Кыргызстан, только небольшая часть встает на регистрацию. Лишь менее 2,5% от въезжающих на территорию Кыргызстана встают на регистрацию. Один за другим террористические акты. С начала года в мечети Султан Ахмед в Стамбуле, где и бывает много туристов, затем в столице Индонезии Джакарди взяла на себя ответственность исламское государство. Со второй половины 2015 года исламское государство действие с особой активностью стало представлять угрозы для всего мира. Они взорвали самолет в Египте, организовали кровавые события в Париже. В парламенте Кыргызстана стали поднимать инициативу относительно пересмотра безвизового режима. К примеру, депутат от фракции Кыргызстан Алмазбек Баттербеков направил письмо на имя премьер-министра Темира Сариева о пересмотре вопроса о безвизовом режиме Кыргызстана с иностранными государствами. Несмотря на это, в свое время, будучи вице-премьер-министром, курировавший вопросы безопасности, а также возглавлявший пограничную службу, Госкомитет нацбезопасности Сухон Маметов в качестве эксперта считает, что будет неправильным делить угрозы на внутренние и внешние. Он считает, что они являются одним целым явлением, тесно связанных между собою. Мы должны понять одну вещь. В настоящее время в Кыргызстане есть спящие ячейки террористических организаций. Они, как волки в овечьих шкурах, прикрываются религией, исламом. Они финансируются извне. Они идеологическую подпитку также получают извне. Для них поручения также поступают извне. Поэтому внешние и внутренние угрозы вот таким образом переплетаются и тесно связаны между собой. По этой причине эти угрозы нужно рассматривать не по отдельности, а вместе. Сказал эксперт. Если отметить, в качестве информации в настоящее время в Кыргызстане в Госкомиссии по делам религии зарегистрировано 19 организаций, как экстремистские и террористические. Комиссия в конце 2015 года обновила список организаций, деятельность которых запрещена на территории страны. В данный список входят Аль-Каида, движение «Талибан», Исламское движение Восточного Туркестана, Курдский народный конгресс «Конграгель», Организация по освобождению Восточного Туркестана и террористическая организация «Исламское государство». Напомним, что в Кыргызстане, как ответ на угрозу терроризма, масштабные меры безопасности были проведены после террористических актов в Париже в прошлом году. По информации Министерства транспорта Кыргызской республики, 17 ноября 2015 года были взяты под защиту центра связи десятки стратегических объектов. Кроме этого, в республике были усилены контроль над общественным порядком, введена паспортная проверка. По мнению эксперта Токона Мамытова, подобные меры правительства на угрозу терроризма являются поверхностным. Нужны комплексные и основательные шаги. Кыргызстан должен брать пример соседних стран, от тех же Казахстана, Узбекистана и России. После тех террористических актов, особенно имевших место в Париже, работала государственная комиссия и сделала соответствующие выводы. Тогда были сделаны и выводы государственных комиссий стран Европы, той же Германии, Бельгии, Франции, а также Турции. Я бы хотел напомнить об этом. В каждом из перечисленных государств выработанная национальная система по борьбе против экстремизма и терроризма не сработала. Оказалось, что они не отвечают современным требованиям. Отмечалось, что по этой причине имеют место террористические акты, и поэтому мы испытываем такие угрозы. Сразу же после таких заключений Казахстан, Узбекистан и Россия стали пересматривать свои недостатки по опыту европейских стран и вносить изменения в свои национальные системы безопасности. Разумеется, такие меры проходят без особого афиширования. Мы тоже работаем, но наша работа имеет немного поверхностный характер. Говорит эксперт. Марат Иманкулов, работавший представителем Кыргызстана в регионально-антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества, остановился на реальных масштабах угроз экстремизма и терроризма в Кыргызстане. Он отметил, что в настоящее время радикалы в своих действиях не обращают внимания на государственные структуры. При таких сложившихся обстоятельствах становится актуальной в борьбе против них воля широкой общественности. Прежде всего, необходимо проводить профилактические мероприятия. Невозможно прекратить терроризм и экстремизм какими-либо силовыми действиями. Такого не было и в истории человечества. Я сам часто встречаюсь со школьниками, студентами. Ребята не знают, что такое экстремизм, совсем не знают основы религии и не разбираются, в чем их отличие. Поэтому основное направление должно заключаться в профилактических мероприятиях, в разъяснительной работе, особенно среди молодежи. К такой работе должны подключаться все государственные органы. Необходимо привлечь и общественность. Если таким образом не предпринимать идеологическое сопротивление, то террористические организации будут продолжать усиливаться. Они боятся лишь общества. Они перестали бояться государственных органов. Они остановятся только в том случае, если общество скажет остановить. Сказал Марат Иманкулов. Он считает, что в Кыргызстане не работают механизмы, специально созданные для борьбы против экстремизма и терроризма. Между тем, в мире усиливается угроза терроризма. Она усугубляется ситуацией на Ближнем Востоке, а также активизацией террористических организаций в Центральной Азии и Афганистане. Материал специальный для IWPR подготовила Элеонора Саганда-Кызы. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.